Валерий Боровик, с нами на связи, командир спецподразделения ударных дронов «Белый Орел». Валерий, здравствуйте, рады мы в эфире «Фридом». Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте о самом страшном украинском оружии для российских баз и прочего, аэродромов под названием «Обломки», так же любят говорить российские пропагандисты. Как подобные удары непосредственно влияют в том числе на стратегические возможности Российской Федерации, удары по НПЗ и удары по аэродромам, которым говорила моя коллега? Естественно, что удары по НПЗ влияют на логистическую цепочку поставки энергоносителей, поставки топлива для заправки различной техники врагом. И очень важно, что такие удары, если они приходятся на переработку, на установки переработки нефти, то они очень сложно возобновляют потом наши враги, работу этих установок, потому что находятся под санкциями, не всегда быстро можно заменить какие-то детали, тем более восстановить очень сложные цепочки поставки, потому что они обходят, в принципе, санкции, но через другие страны. То есть это фактически выключает систему поставок, выключает энергоносителей, систему работы данных НПЗ на иногда очень длительный период времени, а иногда, если огонь перебрасывается на другие нефтехранилища, то вообще нивелирует это производство от слова совсем. Что касается ударов по другим объектам, естественно, это важно уже по уничтожению систем ударных или дронов, или же ударной авиации, или там средств производства, не средств, а мест производства компонентов или самих дронов, это уже напрямую останавливает возможность массовых ударов и поставок самих дронов или же ударов кабами, ракетами по украинской территории. Это очень важно, и чем больше мы будем наносить эмассирование эти удары, тем сложнее будет россиянам поддерживать эту интенсивность бомбардировок Украины. В контексте той же нефтебазы в Воронежской области, в который раз возвращаюсь к заявлению тогдашнего министра обороны Шойгу Российской Федерации обороны, по-моему, в декабре это было, вот в прошлом году это было, он приезжал тогда на Алабугу, говорил, нам надо усилять наши системы противовоздушной обороны. Тут Украина проводит максимально успешные операции на территории Российской Федерации с массированной атакой дронами. Как такие операции готовятся? И, наверное, один из главных вопросов, который часто задают и сами россияне, а где же ПВО? Где ПВО? Ну, вы же понимаете, я тактику не могу рассказывать и стратегию можно еще говорить. Ну, естественно, выбираются цели, приоритизируются, смотрится, что вокруг, чтобы мы все-таки стараемся вести цивилизованную войну в рамках правил, поэтому стараются смотреть, что вокруг, насколько не будет резонансным фактически смерти гражданского населения, минимизировать это. Но, естественно, приоритет восстанавливается, как бы приоритет, это важность этого объекта для мощи врага по нанесению ударов по Украине, по производству или же по доставке каких-то энергоносителей и так далее. Или же это фактически нивелирование их энергосистемы, потому что удары по ихним трансформаторам, по ихним энергетическим объектам, это тоже были ответом на уничтожение наших энергетических возможностей, на то, что мы отключаем электроэнергию, а при этом они живут в роскоши. Это тоже необходимо делать, чтобы показать, что есть адекватная реакция. Поэтому приоритизируется в основном от ситуации, какая есть на сегодняшний день, на передовой. Иногда учитывается там ситуация внешнеполитическая, действительно, потому что нам необходимо продолжать войну, и у нас есть поддержка западных партнеров. Поэтому это не есть основополагающее, как бы, но все равно есть цели, которые необходимо показывать, что мы можем уничтожать эти цели, независимо от того, какие средства ПВО есть. Почему они не так работают? Я бы не сказал, что там полностью дырявая система. Просто нужно понимать, что россияне в основном ориентировались на свои технологии, старые технологии. Что-то там бралось в Китае, но я не думаю, что системы ПВО, это есть производства других стран из компонентов других стран. Но фактически Россия свои производила и производит системы ПВО. Они очень часто заточены на старые советские технологии. И там, где, допустим, они защищены системами ПВО еще советского производства, и они для себя поставили галочку «Окей». Здесь у нас, допустим, есть защита, да? Но она не есть защитой от новых дронов, которые могут не просто как ракета лететь по прямой, они могут заходить с разных положений, с разных траекторий. Они зашел и видят, что есть фактически потеря возможности удара, на другом круге можно атаковать. То есть они уже не приспособлены. А количество производства этих систем, оно оставляет желать лучшего что и врага, что и по завезению наших систем, для нас систем с Запада или производства какой-то части систем ПВО в Украине. Поэтому тут есть такой, жестко сказать, но, честно говоря, дырявый приоритет. У нас просто больше возможностей разного типа завозить системы ПВО. У них есть возможность их производства, потому что у них не разрушал никто эту цепочку производства поставок и производства вооружения, что было сделано у нас еще пророссийскими какими-то министрами и властью. А теперь о возможностях, скажем, и о том, что пока что их может как-то ограничивать. Будем надеяться, что не коротко, не продолжительное время, точнее. Украина может поразить 261 военный объект России. Это произойдет в том случае, если западные союзники все же дадут добро на использование ударов вглубь России. Об этом сообщает издание «Шпигель». Эксперты уделяют основное внимание крылатым ракетам «Шторм Шэдоу», «Скальп» и их дальность поражения до 250 километров. На вооружение вооруженной силы Украины это оружие передали Великобритания и Франция. И также Киев располагает ракетами «Атакамс», которые запускаются из РСЗО типа «Хайморс» на расстоянии до 300 километров. Опять-таки мы не так давно, буквально 20 минут назад, в эфире «Фридом» говорили о том, что для партнеров Украины курс-кооперация должна была стать своего рода таблеткой от страха. Так вот, насколько действительно мы приближаемся к тому самому моменту, потому что мы понимаем о своих возможностях, но как будто бы не можем их на полную использовать. А ведь это также является условием самого, что ни на есть, эффективного применения того дорогостоящего вооружения, которое партнеры Украины поставляют Украине. Смотрите, это системная проблема. Я вообще не понимаю, почему техническое решение поставки какого-то вооружения, независимо какого, вышло на уровень обсуждения. То есть публичность этому придала, ну, скорее всего, администрация США, или же нужно проследить, на каком этапе это прошло. Почему это вообще обсуждается? То есть это должны быть закрытые переговоры, вот это дали, вот это дали, вот здесь разрешили. Кто вынес это в публичность, тому, конечно, нужно дать звезду Героя Российской Федерации. Это, скорее всего, из-за этой публичности и различных инсинуаций различных экспертов, что это будет означать эскалацию, и со стороны России будут ответы. Путин 128-й раз говорит про красные линии, которые нужно внести в доктрину и изменить в доктрину, что удары какими-то системами даже не ядерного государства, а потому что это их системы, и они программируют эти комплексы для нанесения ударов по России, то это значит, будет объявляться фактически война России, Россия будет отвечать ядерным оружием, вы знаете, это все можно было бы избежать, если бы этого не было. Это такой внешний слой, да. Если говорить про внутренний слой, будут даны или не будут даны, мое внутреннее ощущение, что Байден, а от него это зависит, от его администрации, не готов к этому. Будет ли Камала готова к этому или же Трамп, будем видеть. Нельзя прогнозировать, что будет Трампа. Я бы не спешил при администрации Трампа говорить, что это все будет очень плохо, и, исходя из его заявления, особенное заявление его вице-президента, вице-президента мало будет влиять, и мало кто вообще будет влиять на позицию президента, такую, которая будет очень иногда контроверсионная в будущем, я имею в виду президента США. Поэтому пока не видно то, что это будет дадено, это разрешение. Очень хорошо, если будет дано оно, я бы давал этому 30-40%, но мы должны ориентироваться на свои дальние удары, мы должны ориентироваться на производство дронов 2-2,5 тысячи, я на прошлый раз говорил про 2 тысячи в вашей программе, сейчас уже нам даны пожелания там, где мы хотели делать 2 тысячи, 2,5 тысячи дальность ударов, и надо над этим работать, надо усовершенствовать наше вооружение, и оно деспевле, не надо брать каких-то разрешений, и оно иногда даже эффективнее. Понятно, что это не тот боезаряд, но тем не менее, маемо, тешо маемо, и должны им это использовать для того, чтобы еще дальше откинуть их возможности вглубь этих болот. 2 тысячи километров, да, для понимания наших зрителей, ну, мягко говоря, это очень мало, это очень много, точнее. Условно, можно достать до Екатеринбурга, смотря откуда запускать, да, можно достать и до Челябинска, плюс-минус, скажем так. Мы как раз вот в контексте 261 военного объекта, о котором Каролина говорила, да, вот тут как раз вот о наших, наверное, возможностях, отставив в сторону, наверное, союзников, к сожалению, пока иногда нерешительных в определенном плане, но тем не менее. Если вот дальность услышали, а возможности в плане массового производства тех же беспилотников, которые, как сегодня, передали привет Воронежской области, могут передать привет уже дальше Челябинску? Это непростой вопрос, но масштабирование начинается, скажем так. Вы же поймите, что масштабирование может быть при нескольких условиях. Условие первое. У тебя неограниченный государственный заказ на эти вещи, да, с пониманием, что это может быть не один год. Государство, к сожалению, этого не может прогарантировать, потому что, дай Боже или не дай Боже, завтра будут переговоры, заморозка и так далее, и дырки в бюджете, непонятность помощи Европы и США. Ну, какая-то есть понятность, но не стопроцентная. Вы посмотрите, кто пришел к власти в Австрии. Неясно, что будет в этом году с выборами в Германии. Пару земель для действующей коалиции, потерянной АФД, пришло с такой ярко выраженной пророссийской позиции, да, такой, даже не пророссийской, очень правой позиции, которая учитывает интересы России, оно где-то близко, и, что интересно, на восточных землях пришли они к власти. Поэтому Шольц уже по-другому говорит, министр финансов по-другому говорит, который избирался с этих земель. Я почему это так детально рассказываю, потому что нужно понимать, что это политический фонд, который может повлиять на принятие решения по объему финансирования. Мы очень тесно там работаем с немецким бюджетом, с зондерштабом, с бундесвером по поставкам некоторых типов оборудования, скажем так. Вот. И поэтому на этом всем фоне непонятно, что будет с финансированием. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, а это все влияет на то, сколько у тебя станков, сколько ты рабочих можешь взять, на какой период ты их можешь забронировать и так далее. Это первый момент, который влияет на масштабирование. Момент номер два – это потенциальные закупки западными странами наших дронов для наших же целей, там по процедурам Ранштайн или по другим процедурам. Есть та же самая история, которая, возвращаясь к пункту первому, влияет на объемы финансирования то, кто придет к власти и будет голосовать за это в следующем году. Поэтому масштабирование зависит от денег, к сожалению. И поэтому еще один третий есть момент – это инвесторы. Вот сегодня я был на большой конференции очень классной, Брейван, там инвестмент, фаундс были, ну, очень интересные. Опять же, что такое инвестор? Инвестор приходит к тебе, штори, не защищать твою страну. Он приходит заработать на тебе деньги. И на этом всем. Это бизнес. Он может прийти тогда, когда у него стабильный будет возврат и доходы в будущем. Ну, безусловно, есть определенный интерес. Инвестору, честно говоря, нужно, чтобы были продажи. Конечно. Стинично звучит, но чтобы были продажи, нужно, чтобы была война дальше. У нас совсем немного… А нам это не нужно. Безусловно, нам это не нужно. У нас совсем немного времени до конца эфира, и хотим успеть просто с вами обсудить еще Керченский мост. Давайте следующий вопрос. Вы поняли ситуацию с масштабированием. Да. Керченский мост очень интересно обсудить. Точнее, возможности по нанесению урона. Россия готовится к беспрецедентным атакам на Керченский мост. Телеграм-канал «Крымский ветер» обратил внимание на спутниковые снимки, на которых было видно, что вблизи переправы так существенно увеличилось количество барж. Кроме того, появились две системы ПВО «Панцирь». Это свидетельствует о том, что Россия боится не только угрозы с моря, но и с воздуха. Как вы считаете, украинские дроны на сегодня могут нанести действительно не просто масштабные, а такой достаточно ощутимый, безвозвратно ощутимый урон Керченскому мосту? У нас буквально минута. Это нужны серьезные дроны с серьезными боеголовками. Дроны с 3-10 килограммами там ничего не сделают. Поэтому это нужно 50-100 килограммов ни один раз и попадание в одну и ту же точку. Поэтому, скажем так, очень аккуратно скажу, что в первую очередь нужно уничтожить то, что его прикрывает с воздуха, с моря и с земли. И это должна быть не только воздушная атака, но и подводная, надводная атака. То есть это серьезная такая подготовка. Она идет, бойтесь, москали. и я думаю, что мы ее увидим. Для этого и нужен на время и подготовка различного типа беспилотников. Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Спасибо за вашу работу во благо украинского народа. Валерий Боровик был с нами на связи, командир спецподразделения ударных дронов «Белый Орел». Короткая пауза, после нее вернемся в эфир «Фридом».